И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен окончанию нашего замечательного ивента по войне. Сегодня вместе с вами мы подведем итоги, обсудим все, что у нас было за последние две недели с небольшим в нашей замечательной игре. Поделимся нашими результатами, вы поделитесь в комментариях к этому видеоролику своими результатами. Ну и дополнительно, ко всему прочему, еще и запустим розыгрыш на один интересный предмет, о котором поговорим чуточку позже. Сегодня у нас уже понедельник, и, как вы уже понимаете, ивент битвы ютуберов полноценно окончен. Я со своей стороны скажу, что это один из немногих ивентов за последнее время, в котором я старался быть максимально полезным. Старался набивать большое количество звезд. Ну и в целом, как-то коммуницировать, стараться не отставать от тех ребят, которые вкладывали максимальный импакт в общую нашу победу. Вы понимаете, что такие ивенты, ну, с моей точки зрения, наверное, не должны были меня сверхжёстко мотивировать, либо как-то двигать вперед, да, в связи с тем, что ни меня, ни Миши в этой битве ютуберов не было. Но был человек, которого я лично хотел прям сильно поддержать, да, и это, по сути, был единственный ютубер из всех шести предлагаемых, которых я знал и который, ну, как по мне, реально достоин был нашей поддержки вместе с вами. За две с небольшим недели, это получается две недели и ещё два выходных дня, у меня получилось набить более 10 тысяч звёзд. Мы чуть позже, я думаю, что даже зайдём на замечательный сайт ивента, да, и перейдём даже к рейтингам, посмотрим, что я и сколько набил за эти две недели. По моим скромным подсчётам, около двух миллионов кристаллов за эти две недели я сумел заработать. Не сказать, что это какие-то безумные цифры, в связи с тем, что главная цель была набивать звёзды и как можно быстрее заканчивать бои. В этом плане, ну, не сказать, что поднимались прям сверх большие суммы кристаллов, но зато прокачивалась очень сильно эффективность, да, то есть соотношение кристаллов к опыту было очень-очень хорошее. Ну, понятное дело, что сейчас это уже не совсем актуально, но всё равно какой-то определённый приятный момент, когда ты условно за 200 тысяч кристаллов мог поднимать около 600... Ой, за 200 тысяч опыта поднимать около 600 тысяч кристаллов в рейтинге. Это достойнейший результат. Ну и вообще, в целом, этот ивент для меня лично открыл свой какой-то другой вид на режимы в игре, да. Раньше я, ну, не увлекался, не интересовался CTF-ом настолько. Мы зачастую играли в какие-то другие режимы, да, по большей части это по типу контроля точек, даже регби там покатывали, да, и в последнее время там начали чуть больше проявлять активности в режиме осада. А в CTF-е я, ну, как-то не относился серьёзно к этому режиму в матчмейкинге, а сейчас произошло так, что это был лучший режим для быстроты окончания боёв, да. То есть, это был самый успешный режим в плане прокачек звёзд. И хочешь не хочешь, нужно было его топить, играть и стараться завершать эти самые бои. И получилось очень-очень круто, да. Я, если честно, раньше думал, что в CTF-е играет намного больше всяких разных конф, но, как оказалось, их, по сути, не такое уж и большое количество. Хотя в своё время один молодой человек говорил мне, что там играет прям безумно большое количество супер-мега-крутых конф, которые всех там нагибают. Но, как показал этот ивент, нет ничего невозможного. И получилось в моменте хорошей тайминги за час зарабатывать те количество звёзд, которые сейчас в реальном матчмейкинге заработать просто невозможно. То есть, с 15-минутными боями, если играть в фулл-бои, за час вы можете заработать, получается, 24 звезды. То есть, по 15-минутным боям. У нас сейчас получалось зарабатывать, там, по 70 звёзд. То есть, рекордные какие-то там цифры были, может быть, 80-85. То есть, ну, это очень-очень много, очень приятно, когда ты можешь с такой позиции показать матчмейкинг и, ну, реально, сделать весомый вклад в эту нашу общую победу. По ивенту в целом я могу сказать от себя лично, что он разыграл для меня дополнительный интерес, да, которого у меня уже в последнее время в матчмейкинге не было, да. То есть, я к матчмейкингу относился как к чему-то просто, ну, фаному, да. То есть, можно там какие-то цифры иногда понабивать, может, на где-то чё-то немножко запотеть, но так, в общем и целом, это был просто фан-чилл, да, общение на стримах и параллельно просто какая-то игра, обзор каких-то, может быть, вооружений, каких-то поиск новых крутых имп или ещё чего-либо, но никак не серьёзный подход и не жёсткая потнилова, да. То есть, я не старался раньше как-то там гоняться за какими-то цифрами, но этот ивент всё-таки впервые за, ну, наверное, 3, может, даже больше года заставил реально потеть, реально потеть, реально стараться быстро-быстро-быстро-быстро набивать эти самые замечательные звёзды. Ну и по итоговым цифрам отрыв составил более 300 звёзд. На момент данного ивента были разные цифры. Сначала где-то на протяжении 5 дней, ну, это так, чисто мои скромные подсчёты, может быть, там я не совсем прав по цифрам буду, да. Был отрыв от первого и второго места был 30 звёзд, потом он начал потихоньку расти, 50, 100, потом где-то на соточке отрыв колебался вперёд-назад, и в моменте мне даже казалось, что есть шанс ещё проиграть в этой битве ютуберов, но позже уже после того, как у нас отключили возможность покупки звёзд, отрыв начал очень резко увеличиваться. Я ничего не хочу говорить, но что есть, то есть. Факт, отрыв начал очень резко увеличиваться, и мы вместе с вами сумели выиграть в этом замечательном ивенте с таким жёстким отрывом по среднему значению. По этим цифрам я вообще ничего говорить не хочу, да, то есть 7,5 миллионов звёзд, 2275 купленных красок, которые набили более 300 звёзд, и в целом, если посчитать общее количество, то я думаю, что здесь будет где-то около 5000 купленных красок, которые набили более 300 звёзд. Я думаю, что вообще в целом куплено значительно больше красок, потому что, ну, были, я уверен, те ребята, которые просто покупали краску, но не набивали звёзды, да, которые, может, где-то там сидят в ББП, может, ещё где-то, но они просто купили краску. Ну и в целом я скажу для себя, что ивент получился удачный. Посмотрим ещё, придут нам сегодня должны контейнеры, посмотрим, откроем, может быть, даже вечером на стриме, в 9 по МСК у нас вечером стримы бывают. Сегодня, кстати, немножко, наверное, даже попозже будет, в связи с тем, что там игра будет одна. Будем открывать конты, будем смотреть, что дропает с них. Я думаю, что получится хороший open case. Понятное дело, что сейчас у нас контейнеры пофиксились, но, в общем и целом, здесь за ивент можно было нафармить около 100 обычных контейнеров, и получается 45 ультра. Ну и плюс приз скин, который я уже, в принципе, обозревал. По рейтингу, что я могу сказать? Как я уже сказал, около 2 миллионов за этот ивент я заработал. Не сказать, что это большие цифры для кого-то, да, кто-то скажет, что это, ну, это вообще копейки. Но я скажу со своей стороны, что для меня, но это были очень неплохие цифры. Сразу же можем посмотреть, сколько часов наиграно исключительно в боях. За эти 2 недели я старался играть исключительно на одной краске, дабы потом подвести какой-то итог. Был там момент, когда я одевал на видеоматериал и другую краску, но можно это просто не брать в расчет. 70 часов набито на краски джампер исключительно в боях. Здесь не считаются часы, которые вы потратили на прогрузку в бой и на, ну, все то время, что вы не играете, да, то есть это исключительно то время, которое вы находились в бою, и за все это время я сумел набить 1 миллион 140 тысяч опыта. Это очень неплохой показатель. Понятное дело, что в какой-нибудь демке могло бы быть намного-намного больше здесь опыта, но, в принципе, это очень и очень солидные цифры. Ну и итоговые 10 тысяч звезд. Это та цифра, которую я лично по ходу уже этого ивента хотел набить. Изначально моя цель была около семерочки, но потом, когда мы начали первые дни очень-очень активно играть, я понял, что 7 тысяч это, ну, как-то очень даже просто. Здесь нет ничего невозможного, когда за все заданки, за все супермиссии в целом можно было получить около 5 тысяч звезд, то сверху пятерка чистыми казалась мне вполне реальной цифрой по итогу, к которой мы вместе с вами и пришли. Ну и тут также нужно не забывать тот факт, что в последнюю неделю, даже я бы, наверное, так сказал, я начал уже играть менее активно. Все-таки матчмейкинг и его однообразие, да, однообразие карт, ну, не дает вам возможности на постоянной основе столько-столько-столько игроманить по времени прям жестко, да. То есть, ну, есть люди, которые могут это сделать. Я с точки зрения своего опыта и уже столь долгого времени нахождения в этой игре, не могу себя заставить, да, там, игроманить столько, да, то есть приходит один определенный момент, когда ты уже понимаешь, что все, типа, хватит, хватит столько бить, да, то есть, при том, ладно бы, если бы, например, у нас бы здесь не было бы такого большого отрыва, да, и тут были бы какие-нибудь маленькие-маленькие цифры. Окей, да, это был бы дополнительный мотиватор и ключ к движению и к старанию набитию звезд. Но когда ты смотришь здесь на такие безумнейшие цифры отрыва, да, то есть при этом ты понимаешь, что изначально в ивенте на протяжении 5 дней отрыв был 30 звезд, потом он там стал 100, 150, потом он там начал расти за 200, то ты понимаешь, что уже все, все, уже все решено в этой войне, уже все окончено. Здесь уже, типа, нет никакого дополнительного стимула, да, и поэтому у меня последняя неделя уже проходила так, что я просто заходил там, выполнял заданки, потом мог на стриме там пообщаться, чуть-чуть побить звезды, может потом где-то чуть-чуть зайти еще по CTF, но это было так, уже несерьезно, несерьезно. Первая неделя проходила совсем в другом ключе, и это было что-то вроде определенного соревнования и гонкой за самые быстрые звезды. Поэтому, друзья, я лично остался доволен этим замечательным ивентом. В комментариях к этому видеоролику вы можете тоже написать, что вы думаете по этому поводу, сколько вы звезд набили. Мы благополучно выиграли, это факт, это очень достойно. Получим все свои дополнительные призы, но я надеюсь, что это не последняя битва ютуберов, и в последующих битвах ютуберов мы увидим новые личности, возможно, тех самых ютуберов, которых вы смотрите, и за которых вы еще с большим желанием захотите играть и набивать звезды. Ну и также, как я сказал в начале видеоролика, в этом видеоматериале будет разыгран скин, который называется Фрис С.Е. Пишите свой игровой никнейм, также количество звезд, которые вы набили, ну и, может быть, какие-то еще дополнительные слова. Ваш комментарий с вашим игровым никнеймом это то самое ключевое, что вам нужно сделать, дабы участвовать в этом замечательном ивенте. Ну и, понятное дело, что подписка на канал у вас, конечно же, должна быть оформлена, потому что у нас, ну, наверное, я думаю, что на следующей неделе точную дату было бы неплохо тоже назвать. Но давайте, давайте дадим чуть меньше недели, да, и сделаем итоги этого розыгрыша. Давайте даже посмотрю на дату. Сделаем итоги этого розыгрыша 19 февраля вечером на трансляции в, я думаю, что 9 часов вечера по московскому времени, в субботу мы сделаем итоги на данный замечательный Фрис С.Е. Ещё раз повторюсь, всё, что вам нужно оставить, ваш игровой никнейм, ну и плюс какой-то для себя, от себя дополнительный комментарий, да. Ну и, понятное дело, что подписка на канал у вас должна быть оформлена. Поддерживайте видео на ролик лайком, подписывайтесь, друзья, на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!